4 марта Висагинский комиссариат полиции представил итоги работы за прошедший год. Мероприятие традиционное и раньше оно всегда проходило в зале заседаний самоуправления с участием общественности, прессы и непременно с церемонией награждения. Нынче формат другой – встреча в дистанционном режиме. Всех участников и не приметишь, а руководство города, увы, не смогло присоединиться к собравшимся по техническим причинам. С самого утра в мэрии были сбои с интернетом. Остальные главные лица – член Сеймальгиманта с Думбраво, представители полиции и организации, которые тесно сотрудничают со стражами порядка – приняли самое непосредственное участие в этом отчетном собрании, началось которое с доклада Гинтераса Гришкиса, начальника отдела реагирования полиции. Служба 24 часа в сутки, 7 раз в неделю – таков график работы отдела, призванного обеспечить общественный порядок и безопасность на дорогах. А его работники обязаны всегда первыми пребывать на место происшествия, отметил Гришкис. И по этим показателям, у нас он 99%, Висагинес – один из лучших в округе. Как установлено, на место административного правонарушения полиция должна прибыть в течение 12 минут, на место преступного деяния – в течение 20, а в случае других нарушений, в частности, служебной дисциплины – в течение часа. В 2020 году на территории Висагинского самоуправления зарегистрировано 4863 происшествия, почти на тысячу больше, чем в предыдущем году. Чем обусловлен этот рост, понятно. До этого у нас не было карантина, а значит, не могло быть и нарушений карантинного режима и правил самоизоляции. А их в прошлом году было более 600. Далее Гинтерас Гришкис представил пятерку топовых административных правонарушений. Это мелкие кражи, в основном из торговых центров, употребление алкоголя в общественных местах, нарушения в области общественного здоровья, что связано с игнорированием правил карантина и нарушения общественного спокойствия и порядка. Что касается нарушений на дорогах, то на первом месте – превышение скорости. Далее – нарушения со стороны пешеходов. Они заметно участились. Игнорирование дорожных знаков, правил пользования мобильной связью за рулем и ремнями безопасности. Если говорить об учетных автоавариях, продолжил Гинтерас Гришкис в прошлом году, к счастью, ни одного погибшего. Но 8 человек в результате ДТП в Висагинесе получили травмы. И еще одна цифра, озвученная во время отчета. В ходе превентивных акций в течение года было зафиксировано 802 нарушения на дорогах. У отдела деятельности комиссариата полиции и функций другие и задачи, куда шире отметил в начале своего доклада начальник этого отдела Саулюс Клунгис. Число преступных деяний в нашем городе по сравнению с предыдущим годом практически не изменилось. Раскрываемость почти 90%. Из 186 дел 168 раскрыто. Как известно, расследованием особо тяжких преступлений занимается спецподразделение главного комиссариата полиции Утинского округа. В Висагинесе топовая пятерка такова. Телесные повреждения в результате драк и физического насилия в близком окружении. Кражи на сумму более 150 евро, что квалифицируется уже как преступление. Причем 4 пятых этих краж из торговых центров. Уничтожение или повреждение имущества, к примеру, разбитые стекла или проколотые шины автомобилей и управление транспортом в пьяном виде. В прошлом году задержано 18 водителей, степень опьянения которых превышала полторы промилле. Замыкают пятерку преступные деяния, связанные с незаконным хранением и употреблением наркотиков. Почему преобладает насилие в семье? Как подчеркнул Саулюс Клунгис, анализ показал, что люди, которые еще во время первого карантина вернулись из-за границы и остались без работы, стали злоупотреблять алкоголем. Последствия налицо. Тот факт, что употребление алкоголя значительно возросло, подтвержден и департаментом статистики. Саулюс Клунгис также назвал адреса домов в Висагенесе, куда чаще всего приходится наведываться полиции. Фестивалью 1, ветерану 22, космоса 30, тайкос 84. Отметил он и насколько важна превентивная работа, выразил особую благодарность добровольным помощникам полиции. Ну а работу всего коллектива оценил начальник Висагенского комиссариата полиции Гинтерас Мажинкас. Весь коллектив в прошлом году работал, демонстрируя особую сплоченность и выдержку. Условия были очень сложными, и с некоторыми из них пришлось столкнуться впервые в жизни. Только контроль за соблюдением требований карантинного режима потребовал огромных усилий. Правила менялись. Приходишь утром на работу и узнаешь, что их то смягчают, то ужесточают. Нельзя не учитывать и то, что люди стали раздраженными, когда карантин затянулся. Наши сотрудники должны были быть выдержанными, объективными и соблюдать этические нормы. А смелюсь сказать, что коллектив работал отлично и сумел всё преодолеть. Отдельное внимание начальник Висагенского комиссариата полиции уделил поисковым работам. В прошлом году поступило 40 сообщений о людях, пропавших без вести. Конечно, в большинстве случаев эти люди не были пропавшими без вести, находились, к примеру, в отъезде. Но были и те, кто, скажем, заблудился. В их числе и люди с недугом, физическим, психическим. И что хочу отметить, все сотрудники, неважно, были они тогда на службе или в отпуске, сразу же присоединялись к коллегам и подключались к поиску. Радует, что все пропавшие были найдены, живые и здоровые. И полицейские были теми, кто оказывал им первую помощь и просто отогревал, потому что многие пропадали как раз в холодное время года. Очень хотелось бы обратиться к жителям. Было несколько случаев, когда горожане звонили и сообщили о людях, которые ведут себя на улице странно. И это были как раз те, кто ушел из дома социальной опеки или из собственного дома. Они бы просто замерзли, если бы не звонки, благодаря которым мы сужали периметр поиска и находили их. Это неоценимая помощь. Огромное спасибо неравнодушным людям, которых в будущем, думаю, будет еще больше. Каждый год полиции намечаются приоритеты деятельности. Сегодня болевая точка насилия в семье, констатировал Гинтерас Мажинтас. С этим надо бороться. Еще есть план выступить с предложением о создании в самоуправлении комиссии по вопросам общественной безопасности. Это дело ближайшего будущего. О итоге работы нашей полиции за прошлый год подвел начальник главного комиссариата полиции Утинского округа Витаутас Вайшкунас. Год, как и для всей страны, для всего мира, конечно, исключительный. Будет вот уже 8 месяцев, как полиция работает в условиях карантина. И ту работу, которую делал висогинский комиссариат полиции, на мой взгляд, можно оценить на отлично. Все приоритеты были расставлены еще до карантина. А во время карантина нам вменили еще и дополнительные функции по обеспечению общественного порядка и безопасности и обузданию коронавируса. Никто пока карантин не отменяет. Его постепенно смягчают. Но эти смягчения – тоже определенный вызов. Ведь нужно предотвратить распространение вируса. Поэтому та миссия, которую мы выполняем, она и останется. Наверное, и даже после отмены карантина экстремальная ситуация сохранится. А это заключает Витаутас Вайшкунас еще большая ответственность для сотрудников полиции, которой в Утинском регионе, по данным опроса, доверие выражают 76% жителей. Субтитры создавал DimaTorzok